Всех приветствую продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии Адольф фон Менцель немецкий живописец и график один из лидеров романтического историзма родился 8 декабря 1815 года в Брислау в семье пружского дворянина Карла Эртмана фон Менцель, владевшего в городе собственной лидографической мастерской В 1830 году переехал с семьей в Берлин, первой художественной школой составила для Адольфа лидографическая мастерская отца Став в 1833 году кормильцем семьи после смерти отца, он брался за любую работу, делал обеденное меню, пригласительные билеты Адольф недолго, всего шесть месяцев посещал классы Академии художественной Берлини и был почти самоучкой Я пользуюсь Википедией Впервые сделался известен в 1833 году тетрадью рисунков, исполненных пером и изображавших жизнь художника За этим юношеским трудом следовал ряд им самим лидографированных достопримечательностей брендербургской истории Вскоре ему пришлось отложить в сторону палитру и кисти, дабы заняться созданием иллюстраций к истории Фридриха Великого, Франца Кукля И вслед за тем иллюстрированием роскошного издания, сочинения Кукля Обе эти работы заставили Менцари углубиться в изучение эпохи Фридриха Великого Воспроизводя ее с полной исторической точностью, превосходной характеристикой положений и действующих лиц, эрористической правдой и высоким техническим мастерством Он составил себе громкое имя у своих соотечественников, преимущественно картинами на темы, взятые из этой эпохи В 1840-е годы Менцель начинает писать с натуры Возникает целый ряд пейзажей, портретов, которые были впервые показаны в 1906 году на выставке в Менцеле Национальной галереи в Берлине И резко изменили сложившееся мнение о его творчестве В 1850-х Менцель написал, кроме того, несколько картин библейского содержания, достоинство которых в большинстве случаев вредило их излишне реалистично Исполнил много других менее значительных жанровых картин, рисунков пером, композиций для политипажей, акварелей и гуаши С 1856 года составил профессором и членом Берлинской академии художников Побывал в Австрии, ездил по Рейне, Дунаю, был на Балтийском море, в Голландии, Италии, объехал всю Германию Путешествуя, служили ему источником сюжетов для рисунков, жанров полотен, пастели В этих работах уже не было той поэтичности и взволнованности, которые были присущи его ранним работам Работал более 20 лет с 1863 по 1885 годы над серией гуаши и акварели, объединенной в птицкий альбом В нем собраны сценки повседневной жизни, изображения животных, птиц и так далее Последние годы жизни посвятил себя графике, хотя на протяжении всего творчества пути не расставался с карандашом Только в Национальной галереи в Берлине есть свыше 5000 его рисунков С 1880-х годов обращается к образу старости Он изображает портреты стариков и старух, ищет психологическое выражение этого состояния Умер он на 90-м году, 9 февраля 1905 года Императорским дворцом ему было устроено очень пышные похороны, каких удостаивались лишь генерал-фельдмаршал Вот так вкратце из переводной википедии о немецком живописце графике Адольф фон Менц Пока-пока до свидания